Осенью розы необходимо обрезать до наступления морозов, чтобы продлить жизнь цветку и обеспечить красоту и хорошее развитие в следующем году. При обрезке надо соблюдать ряд четких правил, которые помогут сделать все правильно и не навредить королеве цветов. Мощные кусты розы надо при помощи продезинфицированного острого секатора избавить от больных старых растущих вовнутрь веток, оставляя только мощные молодые побеги. Так весь куст сможет омолодиться. На слабых и недоразвитых кустах побеги надо просто немного укоротить, не более чем на две почки, чтобы они развивались более интенсивно в новом сезоне. Летки, которые уже повреждены морозами, надо обрезать вплоть до участка со здоровой древесиной. Срез надо делать диагональный, на один сантиметр выше почки, так как именно в листовых пазухах будут формироваться новые побеги. Дикая порсль, которая появляется ниже прививки куста, выкручивается без остатка, без жалости. А в качестве укрытия в последние годы широко применяется нетканный материал, созданный из проклеенной целлюлозы. Легкий, свето- и воздухопропускающий материал не пропускает влагу снаружи, а все внутренние испарения позволяют свободно выпустить наружу, из-за чего под материалом не создается парниковый эффект, и растения точно не погибнут под ним в зимнее время. Материал может иметь разную плотность и пропускать разное количество света и воздуха. Он не просто дышит, а еще и не изолирует растения от света полностью, поэтому, когда весной вы будете открывать розы, перезимовавшие под целлюлозой, они не испытают дискомфорт от солнечного света. Нетканными материалами можно укрывать сразу несколько кустов, которые растут поблизости друг от друга.